продолжим сегодня 27 0 9 2017 года но вот недавно у нас тут буквально на днях навальный и вот почему я этому вопросу борис миронов он как бы бывший министр печати он предлагает все-таки крыму как бы передать так как право так сказать по право лишь кота бляхера вальцмана на нарушены и как бы потому что это есть какое-то достижение которое дает право вот захват рады вот и я хотел бы вот на какой момент остановиться господин миронов фактически вот раньше он проклинал навального а сейчас у них ну почти идентичная позиция то есть потому что в сущности позиция навального это сдача всех каких-то геополитических интересов поставить к россию на колени вот просто у господина мироново радикальная позиция что надо просто отдать и подать крыль с людьми как вот крепостными дать и отдать и все а господин навальный говорит что надо провести референдумы чтобы получить нужный результат ну можно их проводить до бесконечности и почему-то он считает что вот его мнение он решил референдум и вот он будет независимо то мнение крымчан я хочу хотел бы сказать но не по одному вот сегодня господин миронов раньше он сыпал проклятие против но а сегодня в одних рядах с ним и даже у навального более как более либеральный что ли взгляд уже принципе согласен на какой там еще дополнительный референдум неизвестно для чего ну или очень хорошо известно для чего вот на сцену там вышел сергей там парень такой начал говорить что ребята были 90-е годы вы этого не видели не знали то что тут газдепи вот сросшиеся с коммунистами устроил ну его как бы вот заорали закричали и тому подобное я вот как бы хочу сказать ну вот потому что вы участники митинга навального заорали эту проблему это не значит что она исчезла что это неправда что это истинная правда что даже по сравнению с нашим временем это было вообще полный капец полный пипец как говорится говорила аллочка да и вот можно конечно вот так крутиться закричать вот что-то забросать вот этими вопросами там про чечню значит господин навальный подверг критики кадырова да я не собираюсь оправдывать кадырова да но любопытно что у кадырова может быть кто-то не знает отца убили басаевцы и вот я не слышал никогда был в киров лесе господин навальный ни слова от него пробу плохого против басаевцев против против бараевцев против дудаевцев и против ярыш который приезжал там и помогал отрезать головы а сегодня господин миронов предлагает отдать туда крым да во владею приди я рожи и владеет там все вот и вот мне интересно вот вот такая каи мимикрия потом вот я просто хотел бы обратить господина миронову где он вообще оказался вообще как он потом будет смотреть в лицу люди ну вот мне также как бы бросилась в лицо демагогия навального которую он развел я хочу сказать прежде чем критиковать кадырова да что там осталось мало русских этот процесс еще на начался вот это обман молодежи приду кузов гаеве при еще коммунистов при вот этом застое и прочее 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 русских потихонечку удавливали и не надо там это вот все сводите кстати кадыров сделал но некоторые очень маленькие но шаги он там восстановил некоторые церкви восстановил кладбище какие-то вот я не хочу не переоценивать я согласен что там чечну и надо и критиковать и изменять и там много но надо видеть что как бы участие чеченского народа отношения по крайней мере от враждебного к русскому народу как-то переменилось по моему вот мне кажется что вот алексей именно вот этот момент и вызывает полную ярость ему мне кажется там надо какой-то вот вулкан то могут разбудить понимать они для того чтобы вот какие-то решить проблем ну так же вот по сирию сергею там задал вопросам но вы знаете мне удивляет вот это я хочу сказать ливия нам должна была 4 миллиард долларов ее раздолбали растерзали и кто нам эти деньги вернет навальный я хочу сказать ирак нам был должен 9 миллиард долларов да его растерзали раздолбали и прочее вот это вот это политика навальному что давайте сша будет делать что хочет и а вот этого что он там как считает там что-то там ротенберг это а вот это вот это это не деньги супер деньги ну и сирия тоже постоянный был покупатель нашего оружия и почему-то все вот эти страны которые хотят взаимодействовать просто торговать ну на каких-то плохие или хорошие они подвергаются какой-то обструкции какой-то создается пропагандон ства газдепа вокруг этого демонизация вот этих режимов я хочу сказать может быть и господин навальный против режима каддафи да гаддафи диктатор до создал самое богатое государство в мире за что человек убили самым зверским образом и госпожа это как ее клинтон визжала балл вот когда гомосеки убил ну вот можно конечно все время в стоять в стоять в сторонке и совсем ни во что не вмешиваться и просто оказаться одним на политической арене и как бы потому что реально сегодня сша никто и не может кроме россии но может какой-то мере небольшой китай противостоять какие-то свои интересы защищать я думаю что как раз вот правильно взять да и защитить свои интересы как мы защищали в годы застоя мы были слабее но у нас была серьезненькая армия 60 тысяч танков 20 тысяч боезарядов вот что навальный там предлагает сокращает резать надо ли нам и это потому что будем слабые будем везде уступать кто знаете все время бегает от войны от тут ее и получит понимаете кто демонстрирует что все боится все берите там это по по моему вот если ты 18 лет ты пришел поддерживать навального что-то должно быть в твоей голове и что-то какие-то ты логические умозаключения должен делать а что тебе предлагает этот ученик ельского университета ельского университета